Всем привет! Как всегда, благодарю вас за то, что смотрите эти мои монологи, за то, что пишите комментарии. Я их читаю каждый день, вот вы не поверите, каждый день, иногда даже по ночам. Не на все отвечаю, потому что иногда у меня нет ответа. Нет ответа. Такие вопросы задаются, на которые нет ответа, да. Но иногда отвечаю, а если не отвечаю, то уж извините, может быть времени не хватило, а может быть нет ответа, да. Так что пишите, очень интересно все. Вот Орлеем у меня тут стоит первый, слушаю его, что-то как-то вот буквально два дня подряд слушал. Вспомнил молодость, очень хорошая пластинка, обязательно про нее поговорим. И в этой связи многие, наверное, думают, уже, наверное, составило впечатление обо мне у некоторых, что я не люблю тяжелый рок. Ну, это, конечно, очень далеко от истины, потому что как я могу не любить тяжелый рок, если я вырос в Советском Союзе, если я был советским школьником. Покажите мне хоть одного советского школьника, советского, настоящего, не 80-х каких-нибудь конца, а настоящего советского, человек, который учился в школе в 60-е и 70-е годы прошлого века. Вот там настоящие советские школьники. И кто из них не любит тяжелый рок? Найдите мне такого, хоть одного. Не найдете никогда. Многие говорят, что нет, я не люблю бе-бе-бе, я люблю другую высокоинтеллектуальную музыку. Это все вранье, потому что даже Борис Гребенщиков в свое время, выпивая водку, с товарищами сидел и слушал Come Taste the Band с большим удовольствием. Дипепл, если кто не в курсе. Витя Цой любил в свое время, будучи молодым еще, советским школьником, любил Black Sabbath. На стене у него висел плакат Motorhead, который он сам нарисовал. И слушал иногда тоже эту группу с большим восторгом. Так что все мы оттуда, все мы из этого страшного тяжеляка. Вот на мне нарисовано здесь Дипепл, но сейчас не о Дипепл, сейчас о тяжелом наследии группы Дипепл, а именно замечательные две пластинки группы Warhose. Вот это первая, которая мне нравится больше всего. Вторая Red Sea, правда мне тоже очень нравится, она тоже очень хорошая, но как-то первая, она пришлась совсем уже крепко. С этой группой я познакомился сравнительно поздно, уже не будучи советским школьником. Как-то не попадались эти пластинки на толчке. А где-то уже, наверное, ближе к 90-м, наверное, как-то я порадовал себя этой штукой. И радую до сих пор. И могу сказать, что если говорить о первых трех альбомах Дипепл, ну, трех концерт для группы с оркестрами я вообще не считаю, это отдельная история, то Warhose мне нравится больше, чем все три первые альбома Дипепл. Хотя там тоже есть очень хорошие вещи, очень хорошие места. И, собственно, Warhose образовалась-то как? Образовалась после того, как из группы Дипепл был уволен Род Эванс, вокалист. Ну, потому что он, насколько я знаю, как я читал где-то, что он очень любил распевать песни Донована, баллады красивые. А что касается вот этого вот ракешника бешеного, который там продвигал Ричи Блэкморф, любимейший всеми советскими меломанами, там что-то не складывалось. Как-то он не попадал в эту историю. Ну, и вместе с Эвансом заодно был уволен и Ник Симпер, бас-гитарист Дипепл. Все про это знают, да. Ушли их вдвоем. Ну, я так подозреваю, что основная причина была в недовольстве Эвансом. А Симпера пристегнули уже, что называется, за компанию. То есть бас-гитарист он замечательный, музыкант он очень сильный. И переиграл он, ну, в группах в 30, наверное, после Дипепл. И до Дипепл, и после Дипепл. В огромном количестве групп. Довольно много записал тоже всякого разного. И у меня такое ощущение, что Ричи Блэкмор приложил свою руку со своими длинными пальцами к увольнению Симпера. Потому что бас-гитарист в группе – это важнейшая фигура. Это человек, который делает половину музыки, половину аранжировок. И, видимо, как-то у них не сложилось с Блэкмором. И когда дошла речь об увольнении Эванса, Блэкмор, наверное, сказал, давайте этого тоже нафиг достал. Но, тем не менее, Симпер был уволен. И образовал он группу Вархоз. Очень хорошую, где проявил себя по полной просто схеме, по полной программе. Замечательная музыка. Оба альбома прекрасны. И нет ни одного слабого здесь места. На мой вкус, опять-таки, на мой несовершенный вкус бывшего советского школьника. Ник Симпер, бас-гитара. Фрэнк Уилсон, орган и фортепиано. Вот такой вот. Даже чем-то похож на Джона Лорда. Немножко. Усатый, бородатый. Мак Пул ударный и Гэт Пик гитара. А на вокале Эшли Холт. Эшли Холт. Или Хольт? Холт, наверное. Эшли Холт. Эшли Холта многие слышали в коллективе под названием English Rock Ensemble. Что это такое? Это группа, которая записывала музыку на некоторых пластинках Рика Вейкмана. В частности, путешествие к центру земли. На Лоффе Ли Коннекшн. Там поет Эшли Холт. Очень круто. Изумительный просто певец. С таким круглым, объемным, мощным голосом. Не какой-нибудь там ля-ля-ля-ля. А такой, ух. Ух какой. И первый альбом Ворхоз. Да. Сначала. Почему только два альбома у коллектива? Текучка кадров. Текучка кадров. И из-за этого, в общем-то, и прекратила существование эта группа. Хотя она была очень популярна. Она выступала в телешоу и в Англии, и в Германии, и в Европе. Каталась по Европе. Насчет Америки я не помню. По-моему, тоже там все было хорошо у них. Потому что группа, реальная супергруппа. Не из-за того, что там музыканты из разных знаменитых коллективов, а из-за плотности звучания, из-за такого навала того самого тяжелого рока, который мало с кем я могу сравнить. Группы тяжелого рока, да, вы скажете, много их, тяжелые, и вот. Ну там что такое? Там перегруженная гитара на первый план выдвинута, да, и громкие барабаны, и все. Вот она тяжелая, она ломит. А здесь нет, здесь другая история. Здесь очень классные аранжировки. Прописано все, я не знаю, какие-то люди с высочайшим консерваторским образованием все это придумывали. Казалось бы, хотя на самом деле нет. На самом деле так все как-то по наитию происходило. И великолепная музыка, сложная внутри себя. И такой плотняк, как по поводу плотняка, по поводу вот этой вот динамики общей, как-то сказал Сергей Мазаев из группы «Моральный кодекс». Когда его спросили о музыке «Морального кодекса», он сказал, «Мы не играем музыку, мы создаем качественное звуковое давление». А «Моральный кодекс» действительно создавали качественнейшее звуковое давление. Просто звучали, будь здоров, как. Так, та же самая история с «Вархоз», только это «Моральный кодекс», возведенный в 25-ю степень. Хотя музыка другая. Музыка – это 69-й год, да, это тот самый хард. Многие называют его хэви-рок еще. То есть это не хард-рок еще такой бешеный, который появился после записи пластинки «Инрок» на «Дипепл», а хэви-рок – это среднетемповая такая история. Но такой плотности, такой жути, в хорошем смысле этого слова, это не «Black Sabbath», не жуткие какие-то вещи, это просто крутейший, тяжелый такой шквал. И песни монументальные здесь, вот монументальные. Просто не какие-нибудь там ля-ля-ля, хихоньки-хахоньки, а живые монументы. И я бы не назвал это даже хард-роком, это, ну вот это слово «прогрессив-рок», да, словосочетание. Это очень сложная, интересная и мастерски сыгранная музыка. То есть можно отнести к разряду вот того самого прогрессивного рока в полный рост. На первом альбоме, ну, начинается все с штуки, которая как бы основана на ритм-н-блюзе, там такой ритм-н-блюзовый риф, тяжелый. Начинается это все вообще с органа, из тишины, из темноты выплывает вот этот «Хамонд». И понеслась гитарная эпопея с прекрасным вокалом и достаточно, в общем, традиционно. Ну, и дальше «No Chance» полотно. Медленная, душераздирающая, просто с околоклассическими органными историями, с отсылками там к Джону Лорду немножко, но как-то более, может быть, даже более академично, в хорошем смысле. Хотя очень-очень роково, очень все жестко. Но более как-то скромно по аранжировке никто не лезет вперед, никаких вот этих нет выходов. На аванс-сцену с гитарой или с органом. Вот я сейчас покажу, как я умею играть. А все вместе, все вот такой общий, крутейший звук. «Burning» – третий номер. Один из самых моих любимых здесь, наверное, на альбоме. Как бы рок, как бы простая структура, как бы простая гармония. Но потом оказывается, что она не такая простая, такая понижающаяся такая гармония. Вроде там на трех аккордах, но потом оказывается, что нет, совсем нет. И вот здесь уже и гитарное соло чудесное. Вообще гитарист изумительно работает. И с рычагом работает не хуже Blackmore, а может быть и лучше. И вот это самое вибрато он использует не просто ради того, что вибрато, а я использую вибрато, а в аранжировке очень точно по ноткам прямо все расставлено. Так звучит изумительно, изумительно. Соло на органе, естественно, присутствует тоже. И тоже не соло ради соло вышел вперед, а все в полотне, все в аранжировке, все потрясающе. И так какой-то каменный дирижабль на тебя летит. Не свинцовый какой-нибудь такой, а из гранита вырезанный. Очень интересная песня «Сент-Луис», последняя на первой стороне. Если с нее начинать, то можно подумать, что это какой-то английский гранд-фанк играет. Show me the way, Сент-Луис. И вот такое рубилово. И кажется, что это вдруг американская какая-то такая хардовая штука. Но потом все возвращается в английский академический тяжелый рок. Раскрученный, наберченный, много всего. Очень сильно. Ритуал на второй стороне построенный на рок-н-ролльной гармонии. Можно так сказать. На блюзовой. Чисто блюзовой гармонии. Но тоже с нее быстро соскакиваем и уходим в сложные построения. Solitude, третья песня. Монументальное полотно. С фортепиано. Все начинается с фортепиано. Никто ничего не подозревает, что будет дальше. Ну, а потом громоподобная, просто симфоническая какая-то средствами рок-группы. Исполненная музыка. Медленная, трагическая. И с точки зрения франко-сенатора, наверное, безобразная абсолютно. Потому что слишком уж ревущая и тяжелая. А Woman of the Devil финальная песня. Это бенефис Эшли Холта. Такие вокализы. Вокализы, кстати, в самом начале здесь тоже присутствуют. Он перео... Ну, это модно было. Просто так вот. Просто нотку взять голосом высокую. Ни с того, ни с сего. Но здесь вот на Woman of the Devil там вокальные уже чудеса с реверберацией. Один голос, другой голос. Они переплетаются. Все это летит в пространстве. Все замечательно просто. И вторая пластинка Red Sea. Она более роковая. Если можно так сказать. Она более темповая, более зажигательная. И хочется отметить гитарное соло в песне Back in Time. Вторая песня. 7 минут 50 секунд. Она идет. Гитарист здесь сменился. И здесь гитарист играет в соло. Которое, у меня такое ощущение, было содрано Брайаном Мэем в третьем альбоме группы Queen. Где Мэй играет без группы. Вот это бешеные свои гитарные истории. Но все это было сыграно вот здесь, группой Red Sea. Группой Warhose на пластинке Red Sea. В песне Back in Time. Послушайте. Здесь это более сочно, более хардово. Более грубо. Но все, в принципе, похоже очень. И гитары. Один канал, другой канал. Все это перемешивается. Очень интересно. И на второй стороне удивительное барабанное соло, которое похоже на игру черного музыканта. Как будто черный музыкант вдруг появился в английской группе. Хотя это не так. Здесь больше фанковых штук. Но фанковых не фанковых. Фанковых. А фанковых, как Deep Purple пришли к этой музыке только уже на альбоме Stombringer. А здесь уже сыграно все это было значительно раньше. Тяжелая гитарная музыка. Просто с ритмами фанковыми. В гитаре, в ритм-секции. Все очень интересно. Так что вот. А группа прекратила свое существование. Потому что, я говорил, Рик Вейкман утащил Эшли Холта. И постепенно все это как-то перестало работать. А Ник Симпер пошел дальше. Рик Вейкман утащил Эшли Холта.